В предрассветный час четверга у железнодорожной платформы «Швейная фабрика» под колесами грузового состава погиб бывший работник железной же дороги. Мужчина попал под поезд, следовавший со стороны станции «Хабаровск-1». Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится порциальная проверка по факту смертельного травмирования мужчины грузовым поездом по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По словам машиниста, пешехода он заметил метров за 100 до столкновения. Его хорошо было видно в свете прожектора. В этот момент человек, покачиваясь, стоял около железнодорожного полотна. У машиниста сложилось впечатление, что пешеход сильно не трезв. Такой вывод он сделал из того, что человек стоял покачиваясь и совершенно не реагировал на гудок. «По показаниям машиниста, стоявшего у края платформы мужчину, он заметил задолго до приближения поезда к железнодорожному переезду. Однако за 10-15 метров до перехода мужчина начал движение. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Однако предотвратить трагедию не удалось». Поезд задел человека выступающими частями подвижного состава. Смерть пешехода наступила мгновенно в результате черепно-мозговой травмы. Личность погибшего удалось установить на месте. В кармане его куртки полицейские обнаружили удостоверение сотрудника железной дороги. При жизни покойный был токарем. По предварительным данным, в РЖД мужчина уже не работал, уволившись накануне своей смерти. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.